Настало время ответов на ваши комментарии, упоминания и прочее, и прочее, и прочее, прочее. Подскажите, что посоветуете при пониженной кислотности желудка? Пища недопереваривается и бродит, газообразование, то есть непосредственно в желудке она бродит. Перед едой принимаю одну столовую ложку яблочного уксуса, чтобы повысить кислотность. Она не проскочит, это яблочная ложка, а туда такая, и все. Значит, повысит кислотность желудка. Так, тире, помогает, значит, одна столовая ложка якобы принята перед едой. Но хотелось бы решить вопрос перманентно, без постоянного принятия яблочного уксуса до еды. Что я на это хочу сказать? Я бы, я бы, вот от этой повышенной кислотности, пониженной кислотности, я бы как-то это, просто-напросто это, забыл бы, забыл бы, потому что это не то. Итак, когда принимается пища? Ну, допустим, вы съели отварной картофель. Опа, съели. Началось пищеварение там, ну, какое-то в желудке, да? Желудок заработал, соки выделились, пошла-пошла работа. И тут вы раз только и запили. То есть прием жидкости после еды, как мы привыкли, чай, там, компот и прочее-прочее-прочее, способствуют тому, что пищеварение останавливается, потому что разбавлены кишечные, желудочные, кишечные соки, должна быть определенная крепость, частично они могут смываться дальше. И в результате что у нас возникает? У нас возникает несварение. Плюс то, что смылось, или пока там организм опять желудок выделит, там, желудочно-кишечные соки, то надо, то за это время бактерии, у нас же живут бактерии, да, с нами, бактерии живут. Эти бактерии, так вот, эти бактерии получают доступ к пище и начинают размножаться. То есть не в том, что там яблочный уксус вы будете принимать или еще что-то еще. Вы наладьте правильно пищеварение, которое, оказывается, зависит от приема пищи. Жидкости до еды, они только хопа и проскочили. А дальше, вот если у вас что-то плохо переваривается, принимайте одно. Ну, допустим, про картошку я вам сказал, картошку приняли и все, сколько там вы съели, ничем не запивая. Потому что у нас, я смотрю на людей, которые кушают, они не столько кушают, они пытаются протолкнуть пищу туда, знаете, нежевая. Ну, грубо говоря, булочка с маком, с кофе, с чаем такая. Хопа, оттуда протолкнули и все, и нормалек, нормалек, все пошло туда. А протолкнуть-то мы протолкнули, а переварится она или нет? Вот в чем вопрос. Далее, грубо говоря, вот, что-то вы там, значит, опять-таки, ну, допустим, мясо вы там съели, шашлычок, вкусно, хорошо, все, там выделилось там все желудочно-кишечные соки, сначала желудочно, и пошло-пошло так, как надо, все, и вы так, там, венца залили себе, или там, опять-таки, чайку, кофейку, или просто воды и прочее, 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 прочее. И что у вас получится? У вас получится то же самое, пищеварение остановилось. Пока там все это, организм сообразит, что, как там делать, бактериальное разложение начнется с выделением всех вот этих, вот этих самых, вот это недопереваривание, пища недопереваривается. Раз она недопереваривается, бродит газообразование, значит, ее бактерии, размножаете бактерии, которые вам не нужны, которые потом писают, какают вам в организм, все это всасывается в кровь, все это вызывает интоксикацию, а вы по-прежнему будете так питаться. То есть вы понимаете, о чем речь? И, наконец-таки, и, наконец-таки, туда дальше, правильно сочетать пищу. Да, и кушать тогда, ну, правильно сочетание пищи, вы можете у меня посмотреть, у меня книга «Самая лучшая по питанию», я не скрою, «Золотые правила питания», я там начал с того, что объясняю вообще устройство, анатомия пищеварительной системы, физиология пищеварительной системы, что там, как работает. И потом уже дальше, дальше пошло, 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 что, что, как. С научной точки зрения, с не с научной точки зрения там. Далее, очень важно, это то, что, вот вам не хочется кушать, это говорит о том, что организм не готов к приему пищи, она ему не нужна. Ну, вот мы привыкли три раза или четыре раза в день кушать, да покушаем, пропекнем, ну, тут надо что-то самое, грубо говоря, тут это, вкусовые сосочки побаловать. Ну, и что получается? Организм не может переварить столько пищи, сколько мы можем туда положить. И отсюда опять-таки пища недопереваривается, бродит газообразование со всеми вытекающими последствиями. Поэтому здесь не надо ни кислотность, ни щелочность там. голову забили вот этой кислотностью и щелочностью. Я уже в который раз вам говорю, вот, вот столько, вот такой вот, знаете, разбег, вот этот организм держит вот эту PH, он ее не сдвигает. Вот сюда чуть сдвинули, в кислую сторону, умер человек, в щелочную, умер человек. Вот здесь она держит. Правильно научиться питанию. Я помню, мне рассказывали про моего деда, Митрофана, который погиб на войне. Вот у него, мол, был плохой, как бы сказать, проблемы с пищеварением. Оказывается, вот с чего бы они возникли, проблемы там у мужика. После того, как он покушал, он любил кружку холодной воды навернуть. Ну и что? Желудок не любит холодного. Сразу спазм, сразу все останавливается, так далее. Может, это и приятно там было, знаете, там, ну, грубо говоря, в жару там еще там выпить или еще там как-то. Но это все плохо влияло на пищеварение. И вот, говорят, он маялся желудком. Так вот, чтоб не маяться желудком. Помимо того, что я вас отсылаю к книге «Золотые правила питания», где подробно, подробно, знаете, вот это вот руководство для всех этих диетулов и «Нутри цевтов» или как-то там еще, там, они там поназывались и прочее, прочее, прочее. А уже потом, потом, вот, утром натощак семена тмина. Семена тмина, когда у нас образование идет в толстом кишечнике больше. Ну, тоже это говорит о том, что неправильно едим и так далее, и тому подобное. Так что расскажите, что там вы это, как вы там кушаете, а не то, что там кислотность вам повысит или еще там что-то там повысит, или еще как-то. Даже, допустим, вот человек, если поголодает, у него все нормализуется, все там, грубо говоря. И он опять начнет питаться так, как привык, да все вернется так же. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих, прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.